МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Передача исконных азербайджанских земель Иревана и прилегающих территорий позволила армянам, появившимся на Кавказе лишь в XVIII веке, создать здесь свое государство. После оккупации Азербайджана большевиками в апреле 1920 года Дашнадское правительство Араратской республики, имевшее тесные связи с большевиками в Кремле, рассчитывало реализовать свои давние планы по расширению Армении. Расширение в очередной раз планировалось за счет территории соседей и, в первую очередь, за счет азербайджанских земель Зангизура и Нахчевана. Реализовать этот план частично удалось. Сегодня Зангизур входит в состав современной Армянской республики. Само название этого региона свидетельствует о его древнейшей тюркской истории. На протяжении веков на этих территориях жили представители азербайджанского племени Занги, название которого нашло отражение в многочисленных топонимах на азербайджанских территориях. Название племени Занги встречается в исторических источниках. Первая встреча этого топонима относится к VII веку н.э. с таким названием – Занги. А потом мы, когда начали изучать по источникам, это название встречается во многих арабских источниках и персидских источниках. Дело в том, что вся письменность азербайджанского народа, то, что касается раннего средневековья, средневекового периода, большинство составляет на арабском и на персидском языках. И там постоянно этот топоним встречается. Как свидетельствуют исторические документы, на протяжении веков, в том числе в период Кавказской Албании и вплоть до XVIII века, на территории Зангизура, как и на землях Карабаха, жили представители различных тюркских племен. После заключения Юлистанского и Туркменчайского договоров в XIX веке началось массовое переселение армян на эти земли. Сразу после этого при попустительстве российских властей начался процесс вытеснения из региона коренного азербайджанского населения. Постепенно демографическая ситуация менялась. И если первое время армянские переселенцы ввиду подавляющего меньшинства не провоцировали этнические конфликты, то к концу XIX века ситуация коренным образом изменилась. Почувствовав поддержку от Российской империи, которая пыталась создать христианский пояс вокруг России, армянские националисты приступили к этнической чистке коренного азербайджанского населения. Этот процесс приобрел катастрофические масштабы после провозглашения независимости и создания Азербайджанской демократической республики. Почти весь период существования АДР национальная армия вела борьбу как с регулярными частями Араратской республики, так и с отрядами головорезов под командованием генералов Андроника, Назарбекова и ДРО, осуществлявшими планомерное истребление коренного азербайджанского населения в этом регионе. Только за период лета и осени 1918 года армянскими националистами в Зангизуре было зверски убито более 10 тысяч мусульман, среди которых тысячи женщин, детей и стариков. Разгромлено сотни мусульманских селений. 50 тысяч человек были вынуждены бежать из Зангизура в другие регионы Азербайджана под угрозой смерти. Немецкий историк, профессор Берлинского университета имени Гумбольта Йорк Боберовский в своей книге «Враг есть везде. Сталинизм на Кавказе» пишет о разорении армянскими националистами сотен мусульманских деревень и убийстве десятков тысяч человек. Американский же историк Ричард Аванесян характеризует данные действия Андроника как начало процесса преобразования Зангизура в прочную армянскую землю. Если в начале XX века из общей численности населения Зангизура азербайджанцы составляли 123 тысячи человек, а армяне – около 93 тысяч, то уже в 1920 году эти данные практически изменились до неузнаваемости. В результате геноцида, организованного Андроником Азаняном, генералом Назарбековым и Драстаматом Канаяном, за пару лет были зверски убиты десятки тысяч азербайджанцев. Еще больше были вынуждены бежать в другие регионы Азербайджана. Действия армянских националистов подорвали экономическое положение региона. По самым скромным подсчетам, проведенным Следственной комиссией правительства Азербайджанской республики, убытки составили около миллиарда рублей. Однако сухие подсчеты не отражали полную картину проблем, с которыми столкнулось население Зангизура. В плачевном состоянии, фактически на положении заложников, оказалось и население армянских сел Зангизура. Командиры бандформирований, захватив здесь власть, занимались мародерством, а также насилием над представительницами своего народа. Политика же массовых этнических чисток, проводимых в отношении мусульманского населения уезда, постепенно привела к изменению численного соотношения в этническом составе. Именно этот факт использовала Дашнакская Армения, чтобы претендовать на территорию уезда. Коренному населению азербайджанцам предлагалось покинуть свои дома под угрозой смерти. Руководство Араратской республики прекрасно понимало, что без помощи извне им территорию Азербайджана не отвоевать, поэтому вело переговоры на два фронта – и с большевиками, и с Деникиным. Чтобы противостоять угрозе, правительство Азербайджана приняло решение о создании в составе Азербайджанской республики Карабахского генерал-губернаторства. В его состав, наряду с Шушинским, Джованширским и Джабраилским уездами, вошел также Зангизурский уезд. Армянский национальный совет, который обосновался в Зангизуре, стал требовать вывода Зангизура из подчинения азербайджанского генерал-губернатора и подчинения его Армении. В адрес военной миссии в Шуше почти ежедневно поступали телеграммы от членов этого совета, заинтересованного в усилении межнациональной напряженности в регионе. Уже 6 мая 1919 года в донесении дипломатического представителя Араратской республики в Грузии сообщалось, что командующий британскими войсками в Баку генерал Томпсон на основе рапортов генерала Шаттельворда и майора Монгмессена о положении в Карабахе пришел к выводу, что правопорядок в регионе нарушается благодаря агрессивной политике представителя правительства Армении Арсена Шахмазяна. Называя себя генерал-губернатором Карабаха, он призывал армянское население к агрессии против азербайджанского народа и законных властей. Под давлением английского командования Шахмазян и его приспешники покинули регион. И это на некоторое время охладело пыл армянских националистов. 23 ноября 1919 года между Азербайджанской демократической республикой и Араратской республикой было подписано мирное соглашение. Стороны договорились решить все спорные вопросы не силой оружия, а путем переговоров. В соответствии с этим соглашением Азербайджан вывел свои воинские части из Зангизура, чем незамедлительно воспользовалась Армения. Араратская республика бросила все силы на очередную дестабилизацию положения в Зангизуре. И вновь армянские националисты громят и сжигают азербайджанские села. И снова тысячи азербайджанских семей бегут из Зангизура в другие регионы Азербайджана. Массовая резня мирного азербайджанского населения охватывает не только Зангизур, но и Карабах. Окупация Азербайджана большевиками в апреле 1920 года не только не остановила армянских националистов, но и подстегнула их к новым действиям. Большевики ликвидировали карабахское генерал-губернаторство, создав в мае 1920 года карабахский ревком, полномочия которого распространялись в пределах границ бывшего губернаторства. Однако карабахский ревком фактически не контролировал армянскую часть Зангизура, где бесчинствовали отряды ДРО. В мае того же года на территории Зангизура и Нахчеване было объявлено чрезвычайное положение. Однако до этого азербайджанское советское правительство отправило ноту с требованием вывода войск Дашнадской армии с территории Зангизура, поскольку эта территория являлась составной частью теперь уже Советской Азербайджанской Социалистической Республики. Но в ответной ноте отрицалось присутствие каких-либо военных частей на территории Зангизура и было объявлено о том, что эта территория является составной частью Армении. И такого же содержания письмо советское правительство отправило на имя Ленина. В мусульманской части уезда власть была разделена между большевистским Ревкомом и Султанбеком Султановым, братом бывшего генерал-губернатора Хусрова Султанова. Султанбек на протяжении долгого времени с небольшим отрядом противостоял бесчинствам армянских националистов во главе с Андроником. В военных донесениях Красной армии о Султанбеке Султанове сообщалось. «Он чтим среди мусульман как вождь своего народа за отзывчивость к беднейшему классу, преданность своему народу и умелое руководство вооруженными отрядами, предотвратившими вторжение в пределы Зангизура отрядов Андроника, Амазаспа и Дро». Дашнакское правительство Араратской республики и находящиеся с ними в сговоре большевики Карабахского Ревкома сделали все возможное, чтобы опорочить имя Султанбека. Факт сговора подтверждается идентичностью текста телеграмм, которые и те, и другие отправляли занятой коммунистами Баку. Братьев Султановых обвиняли в службе Мусавату. Страх оказаться обвиненным в попустительстве к классовым врагам возобладал над здравым смыслом. Решением Политбюро и Оргбюро Азербайджанской коммунистической партии Реввоенсовету 11-й Красной Армии было поручено ликвидировать Султанова и его банду. 10 августа 1920 года в Ириване между Советской Россией и Араратской республикой был заключен договор, юридически закрепивший присутствие советских войск на азербайджанских территориях, на которые претендовала Армения. Начиная с этого момента, вопрос о дальнейшей судьбе Зангизура вступил в решающую фазу. И в начале ноября 1920 года Иосиф Сталин делает в Баку ряд громких заявлений о дальнейшей судьбе Зангизура и Нахчевана. Суть их выражалось намерение передать эти территории советской Армении. После захвата Азербайджана в 1920 году руководство Советского Союза по Азербайджану принимает особое решение. Они в 1920 году заставляют руководство Азербайджана идти на уступки некоторых территорий в состав так называемой Армянской ССР. Также они составили фальшивый протокол 30 ноября 1920 года. Предоставили Нариманову, что давайте вы сделаете заявление, что Зангизур и Нахчеван отходят к Армению, Армянской ССР. Узнав о поддельке, о фальсификации документа, Нариманов делает заявление. Но, несмотря на это, в 1922 году Нариманова забирает Москву. Он становится одним из председателей Центрального исполнительного совета СССР. Вот в 1921 году, ещё в начале июля, разрабатывается план по передаче части Зангизура в состав Армянской ССР. Вот что интересно же, то преступление, которое совершено советским правительством по отношению к азербайджанскому народу, масштаба этих преступлений не видно. В 1923 году советское правительство принимает секретное решение по переселению на эти территории 500 тысяч армян из зарубежных стран, в первую очередь из Франции, Греции, Сирии и Ливана. Только из Франции были переселены 2000 армянских семей. Общая площадь переданных тогда в состав Армянской ССР территорий составила 20 800 квадратных километров. В начале 1929 года принимается решение по 17 февраля 1929 года о передаче западной части Зангизура и земли, которые были расположены вокруг озера Гюча в составе Армянской ССР. Западная часть Зангизура – это Меглинский район, Кафанский район, Горийский район и Горачильца. Потом в 1940 году они изменили название этого района, назвав этот район таким названием – Сисьян. Всего около 4500 квадратных километров территории уезда были переданы Армянской ССР. Оставшаяся в составе Азербайджанской ССР восточная часть уезда была преобразована в Губадлинский уезд, который просуществовал до 1923 года. В ходе районирования Азербайджанской ССР в 1930 году территория восточного Зангизура была разделена между Лачинским, Зангеландским, Кельбаджарским и вновь образованным в 1933 году губадлинским районами Азербайджанской ССР. Данное деление сохранилось вплоть до оккупации районов вооруженными силами Армении в 1992-1993 годах. В ходе нового этапа военной агрессии Армении против Азербайджана завершилась оккупация бывшего Зангизурского уезда за счет оккупации Лачина, Зангелана и Губадлы. Сегодня территории, оккупированные в 90-х годах 20 века вооруженными силами Армении, освобождены от армянских захватчиков. И план по очередному расширению территории Армении за счет азербайджанских земель провалился. Редактор субтитров А.Семкин